Ещё у нас есть замечательный спикер. Филипп Гаранович, ты где? Давайте мы, Евгения, куда-нибудь инвестируем, я хочу, что-то не сделаем дальше. Всем добрый вечер. Здравствуйте. Ну что, давайте поговорим про инвестиции в 2018 году в криптоактивы. Вообще, там не много людей обращаются с тем, чтобы инвестировать в криптовалюту и говорят, во что вложить, давайте в Риппл, или может быть в Эфир, или в Биток, или ещё что-то. Но чаще всего разговоры подсвоятся к тому, что инвестиции в криптовалюту – это вопрос верный. Да, во что вы верите? Вот вся блокчейна в мире для текущего момента, она развилась до почти полприллионовой гипотализации, чисто за счёт веры людей в то, что эта технология может измерить мир. И, на самом деле, эта вера, она не безосновательна. Если вы посмотрите на то, как многие проекты, успешные и возглавляемые как-то идеологами, строят свой бизнес, то это действительно вопрос веры, да? Для того, чтобы все аккумулировать вокруг себя людей, которые верят в твой продукт, техоспособные активы. Вот. Но если по лестнике выстраивать, какие активы я бы лично рекомендовал инвестировать, то на первом месте это вопрос в себе, да? Во что вы верите? Вот, если вы верите в себя, то инвестируйте в себя. Тогда, может быть, у вас получится заработать, не знаю, 10 тысяч икс за год на такое инвестиции. Если вы оправдаете собственное доверие. На втором месте вы можете поверить в какую-то команду. Вы подумаете, о, вот у людей горят глаза, проинвестируйте в этих людей все свои деньги. Тогда вы можете 1000 икс заработать или 100 икс, если вы на ранней стадии поверите в этих людей. И на последнем месте веры это уже подтвержденные активы ликвидные, такие как биткоин, дефир, рипл и так далее, да? В них вкладывая вы больше 10 икс, я думаю, в 2018 году не заработаете, если нервов хватит. Потому что может нервов не хватить и вы выйдете, когда там будет локальный минимум, как сейчас, например, вместо того, чтобы докупаться. И на этом только потеряете деньги. Вот, поэтому это рынок для тех, кто силен духом, кто верит в то, что этот рынок будет развиваться, а не для тех, кто сливает внизу торговые зоны. Вот. И, конечно же, в 2018 году я поверил в себя, и эта инвестиция мне принесла достаточное количество иксов. Вот. Но это тяжело, потому что это требует в определенные моменты собрать волю в кулак, и, несмотря на положение, несмотря на неудачи, все равно продолжать двигаться вперед. Потому что если вы не можете так сделать, если вы не уверены в том, что у вас хватит духовных сил собраться с мыслями и в противовес событиям действовать уверенно и четко, то это не для вас. На втором месте, соответственно, выберите какую-то команду. Если вам не хватает, соответственно, веру в себя, поверьте в кого-то еще. Поверьте в тех людей, которые уже что-то сделали на этом рынке. Их достаточно много. Есть фонды, есть проекты, которые уже торгуются на бирже и которые уже подтвердили свою эффективность и свою способность бороться с течениями и стремителями на этом рынке. Поэтому это тоже хорошая может быть инвестиция. Ну и самое главное, это вам поверить в то, что эта индустрия реально поменяет жизни большого количества людей. А это так. Посмотрите. Не так просто уже начали с ней бороться государства и корпорации. Почему конструкция придет рекламу? Знаете почему? Потому что он боится. Потому что он боится того, что эта технология отберет у него деньги. Деньги, которые он отбирает у простых людей на том, что они делают каждый день. Потому что на самом деле те данные, которые эти люди генерируют в своей жизни деятельностью, предложат людям, а не Фейсбуку и не Гуглу. И эта технология, которая сейчас рождается и которая сейчас развивается по рынку, она меняет кардинально эту ситуацию. Она возвращает собственность вашим данным от корпорации к вам самим. Поэтому они боятся и они будут бороться и дальше. И вы должны верить в то, что это будет продолжать развиваться. Это будет расти и это будет поглощать деньги у тех, кто их последние 20 лет зарабатывал на вашем невесении о том, что ваши данные представляют ценность. Вот все, что я об этом успею сказать. Всем спасибо.